Есть цветы, которые поражают не только своей редкой красотой, но и обильным цветением, которое длится долгие месяцы. К таким относятся очень эффектные растения под названием сцивола. К сожалению, этот уникальный цветок по разным причинам еще немногим знаком. Сцивола не зимует в садах с холодным климатом, хотя и относится к многолетним растениям. Зато ее пышными и обильно цветущими кустиками можно вполне заменить даже самые популярные летники. У сциволы совершенно необычные цветы причудливой формы. Они сильно отличаются от обычных цветочных культур, скорее похожи на миниатюрный веер. Такой тип цветов придает кроне кустов и без того ажурный и более привлекательный вид. Любоваться цветущей сциволой можно бесконечно. Она весьма удачно украсит не только ваш сад, но и балкон, террасу и самые разные места. Ее можно выращивать как в открытом грунте, так и в контейнерах. Особо красивы пышные кустики сциволы с ее не спадающими цветущими побегами в подвесных кашпо и в высоких вазонах. А самое главное, что цветет это растение неустанно все лето до глубокой осени. Сцивола образует роскошные шапки из многочисленных ажурных цветочков. Это растение вполне способно дать фору многим обильно цветущим культурам. Пышные купола из многочисленных соцветий сциволы очень сложно не заметить даже издалека. Но это далеко не все ее заслуги. Такую экстравагантную и парадную форму данная культура способна держать очень долго, ведь каждый отдельный цветочек держится на побеге не менее двух недель. Однако стоит иметь в виду, что для столь щедрого цветения растениям потребуется хорошее освещение, своевременный полив и подкормки. К редкой и изысканной красоте сциволы стоит добавить ее выносливость и неприхотливость. Данная культура хорошо переносит перепады температур и может расти даже на сквозняке. Такие цветы отлично подходят для контейнерного выращивания на открытых балконах, в садах и на улице. Цветы хорошо выдерживают осадки и ветер. Саженцы сциволы будут красиво смотреться на подпорных стенках, их также используют для озеленения интерьера. Еще одно положительное качество этой культуры заключается в том, что у сциволы не потребуется удалять отцветшие соцветия, как например у петуний. Увядшие цветочки облетают самостоятельно, что существенно облегчает уход за этим растением. Единственное, что стоит делать, это время от времени прищипывать длинные степли для образования боковых побегов и стимулирования более обильного цветения. У сциволы привлекательно все. Она также отличается своеобразной окраской цветов. Их нежные сине-лиловые оттенки освежают пространство и создают красивые, живописные пятна. Хотя еще есть сорта с белой, розовой и даже комбинированной окраской лепестков. Бесчисленное количество необычных на вид цветов циволы неустанно завязывается весь сезон. И что удивительно, растение сохраняет свою копалообразную форму, даже высаженные на клумбу в открытый грунт. Если вы не хотите каждый год высевать циволу на рассаду, заберите ее кустики с осени в прохладное помещение. Температура зимовки не должна превышать плюс 10-15 градусов. Циволу можно размножить не только семенами, но и черенкованием. Повторюсь, что это растение относится к многолетникам. С приближением весны кустики начинают более активно поливать и подкармливать, после чего пересаживают цветники или кашпо. Имейте в виду, что это южная культура родом из Австралии и не способна переносить морозы и даже временные возвратные заморозки, которые часто бывают весной. Однако, несмотря на ее южное происхождение, цивола способна удивить своей неприхотливостью, стойкостью к ветру и дождям, а также продолжительностью цветения. Если вам удастся вырастить или приобрести это растение, будьте готовы к тому, что вы с ним больше не захотите расстаться. Такой экстравагантной и пышной красоты, как у циволы, надо еще поискать. Если вы не знаете, чем заменить наскучившие вам цветы, которые вы видите каждый сезон, советую вам посадить очаровательную и обильно цветущую циволу. Ее пышное цветение, стойкость непогоды, простота в уходе, причудливая форма цветов и непрекращающееся цветение до поздней осени не оставят никого равнодушным. А уж увидев такое необычное растение, ваши соседи и гости точно оценят его по достоинству. Такой пока еще редкой диковинкой вы точно всех удивите. Поделитесь и вы своим мнением об этом растении. Возможно, вы посоветуете другие не менее оригинальные и обильно цветущие цветы, которыми можно заменить всем привычные летники. Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok